Добрый вечер. В эфире программа «В первом приближении». Мы выходим каждый понедельник после вечерних восьмичасовых новостей. Программа стартовала этой осенью с цикла передач про генетику, а вот сегодня мы продолжаем следующий цикл программ по астрофизике. Темы, которые мы уже затрагивали, выложены у нас на сайте, на финам.фм. Это «Большой взрыв», «Эволюция Вселенной» в двух частях, «Внеземная жизнь» и «Черная дыра» тоже в двух частях. Можно читать, слушать или скачивать, как вам удобнее. Там же на сайте можно, кстати, задать любой вопрос. Все ваши вопросы я обязательно переадресую нашим экспертам в итоговой программе по космологии. Вот этим вечером я предлагаю к обсуждению тему более общую, но не менее, может быть, даже и более захватывающую. Звучит она так. «Тайны астрофизики. Десять загадок, скрытых в небесах». В первом приближении. Сегодня в программе. Существует такое странное ощущение, что наука – это нечто, что рассказывает, что написано в учебнике. А наука – это как раз то, что пишет в учебнике и переписывает. И поэтому есть всякие непонятки интересные. Мы смотрим на картину мира, и четверть картины занимает черный квадрат. Хочется понять, что это такое. Сергей Попов. Доктор физико-математических наук. Старшенаучный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ. В первом приближении. Ведущая программы. Елена Лихачева. Вот прежде, чем мы приступим к загадкам, к десяти загадкам, которые мы сегодня обещали нашим слушателям. Сергей, у меня такой вопрос. При отборе этих загадок вы какими критериями пользовались? Просто нравится, не нравится? Важно для меня, не важно для меня, как для ученого? Или, может быть, здесь какие-то общие характеристики? Я старался, конечно, сделать их не очень субъективными, но при этом избежать субъективности невозможно. Соответственно, я старался, чтобы это были действительно важные вопросы, которые существенно сейчас стоят на повестке дня, люди их действительно активно обсуждают. А во-вторых, так, чтобы их было более или менее реалистично решить в течение ближайших, скажем, десяти лет. То есть они своевременно, они актуальны, они самые, может быть, обсуждаемые, и при этом они могут быть решены уже при нашей с вами жизни. Да, потому что, безусловно, есть какие-то более фундаментальные, серьёзные вопросы, но для их решения, скорее всего, потребуется большее время. То есть, друзья мои, мы сегодня с вами послушаем о тех загадках, которые вполне возможно, вероятно, через 10, а может быть, и через 5, может быть, через год будут уже решены. Итак, с какой загадки мы начнём? Начнём, наверное, со звёзд, потому что, что такое звёзды, все более или менее знают. Да, кто не знает, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт, финал.фм, там в программах эволюции Вселенной наш профессор Засов прекрасно об этом рассказывал. Что люди меньше знают, это то, что когда-то звёзд не было. Мы живём в расширяющейся Вселенной, и расширение-то началось 13 с хвостиком миллиардов лет назад. Что было вблизи момента ноль, мы не знаем, в ближайшее время, на мой взгляд, вряд ли узнаем. Но мы более или менее, опять же, представляем, что было дальше. Вселенная расширялась, становилась менее плотной, менее горячей. Наконец, в ней появилось обычное вещество, в том смысле, что появился водород, то есть протоны, появились нейтроны, электроны, но пока это был газ. Всё это расширялось дальше. Наконец, через 300 тысяч лет наступил очень важный момент. Вещество стало прозрачным. Вот вещество горячее, оно заполнено излучением. Но вначале излучение быстро поглощалось и опять излучалось. А вот наступил момент прозрачности, и это очень здорово для космологов, потому что это излучение сейчас мы видим. Точнее говоря, мы его ловим в основном в радиодиапазоне. Вообще говоря, если вы дома включили телевизор, и телевизор у вас не кабельный, нормальная антенна, и у вас просто шум рябь, там как раз большая примесь – это волны Вселенной, того самого излучения, которое осталось от того момента, когда Вселенная была горячей. Реликтовое, да? Да, реликтовое излучение. Если бы вы включили телевизор 60 лет назад и осознали, что это такое, вам бы дали Нобелевскую премию. Так вот, наступил вот этот момент, когда появилось реликтовое излучение, которое мы можем улавливать, а вещество дальше продолжало расширяться, охлаждаться, становиться менее плотным. И пока никаких звёзд не было. А вот гораздо позже, где-то через 100 миллионов лет, после начала расширения, начали появляться первые звёзды. Всё, что я рассказываю, это всё очень хорошо, но здесь важный момент – мы так думаем. То есть, реликтовое излучение мы действительно ловим, про кое-что из первых минут жизни Вселенной мы тоже знаем напрямую. А вот первые звёзды – это всё результаты моделирования. И поэтому очень важно эти самые первые звёзды увидеть. И, безусловно, это одна из основных задач в астрономии на ближайшие годы – увидеть самые первые звёзды. Галактики начали появляться позже. Ну и увидеть самые первые галактики. Вот это очень важная задача. Она понятная, она хорошо поставленная. Чтобы решить, просто нужны инструменты, то есть, телескопы нового поколения. Чтобы увидеть первые звёзды, нужно наблюдать не в оптическом диапазоне, а в более длинноволновом. Для этого удобнее выводить телескопы на орбиту. То есть, очень дорого. Чтобы люди понимали, есть две основных причины, почему научные приборы, особенно космически, дорогие. Ну, может быть, три. Первая причина – они делаются в одном экземпляре. Если вы построили большой адронный коллайдер, всё открыли, нет смысла строить второй. Это первое. Всё в единичном экземпляре дороже. Если вы болиды «Формулы-1» будете делать в серии, они будут гораздо дешевле. Второе – это действительно очень передовые технологии, их специально разрабатывают, и это резко увеличивает стоимость. Опять же, смотри «Формулы-1». И, наконец, третье – это запуск в космос. Логистика, что называется. Очень дорогая. Очень дорогая логистика, совершенно верно. Запустить килограмм на орбиту, ну, в зависимости от того, на какую орбиту, может стоить от сотен долларов до тысяч долларов. И, соответственно, если вы просто кирпич запускаете в космос и там его продаёте, то стоимость его может быть порядка тысяч долларов, смотря в каком месте. Поэтому, действительно, это большие дорогие проекты, очень сложные. Но, тем не менее, задачи поставлены, и думается, что следующий космический телескоп, который придёт на смену телескопу Хаббла, он откроет эти самые первые звёзды первой галактики и существенно продвинет нас в понимание того, как эволюционировала Вселенная. В первом приближении. Тема сегодняшней программы – «Тайны астрофизики. Десять загадок, скрытых в небесах». Так, загадка номер два. Загадка номер два. Ну, вот про чёрные дыры у вас две замечательных передачи уже было, поэтому совсем коротко. Чёрные дыры – это очень интересно, и нам хочется доказать, что они действительно существуют. Это очень сложно, потому что они чёрные. Но, может быть, в ближайшее время у нас будет совершенно уникальная возможность для этого. Чёрные дыры могут сливаться друг с другом. Близлежащие? Да. Ну, давайте тогда минутку на это потратим. Да, давайте. Есть обычные звёзды, про которые мы только что говорили. Массивные звёзды в конце своей жизни взрываются и могут превращаться или в нейтронные звёзды, или в чёрные дыры. Звёзды встречаются парами. Большинство массивных звёзд входит в двойные системы. Соответственно, могла быть такая система, где две массивные звезды крутились друг вокруг друга, или вокруг общего центра масс, кому как больше нравится говорить. Потом одна превратилась в чёрную дыру, другая превратилась в чёрную дыру, и они крутятся друг вокруг друга. Потихонечку они будут сближаться, и, наконец, они сольются. В этот момент будет излучаться много гравитационных волн. Это такая репь пространства-времени. Сейчас построены детекторы гравитационных волн, тоже очень большие, сложные, дорогие приборы. Проходят их апгрейд. И есть серьёзная надежда полагать, что когда этот апгрейд закончится, то в течение нескольких лет работы они увидят сигнал от сливающихся чёрных дыр. На мой взгляд, это будет самое прямое доказательство их существования, потому что будет видно прямо как два горизонта взаимодействуют друг с другом. Горизонт событий, да, вы имеете в виду? Да. Это будет очень здорово, это будет очень интересно. А к чему это может привести? Вот как вы думаете? Вот за этим открытием может последовать фундаментальное, другое открытие какое? Ну вот, это вообще отдельно очень интересная тема. Какие открытия бывают, какие открытия нужны? Есть открытия, которые, важное открытие, которые дают нам ответ на уже поставленный вопрос. Вот, например, есть ли чёрные дыры? Это такой серьёзный вопрос. Например, ответ будет да. Это очень важно. Значит, предыдущее наше знание, понимание того, как устроено про это, было верно. Бывают другие открытия, которые ставят вопросы. Вот, например, вдруг окажется, что всё-таки нет чёрных дыр, что природа нашла какой-то хитрый способ сделать очень компактные объекты, но без образования горизонта. Я в это не верю, подавляющее большинство людей в это не верят, но... Но такая версия существует, да? Да, такая версия существует. Это будет страшно интересно, это поставить новые вопросы перед людьми, которые занимаются теориями гравитации, и вообще перед физикой, я бы сказал, такой фундаментальной. И, наконец, есть очень важные открытия, которые позволяют сделать выбор между существующими альтернативами. Ну, в неком смысле можно опять-таки говорить, что вот есть модели, которые говорят, что гравитация устроена по-другому, что чёрные дыры не образуются. Есть общая теория относительности, в которой чёрные дыры образуются, и, соответственно, обнаружение и не обнаружение этих объектов будет подтверждать ту или иную модель. Это очень важно для нашего понимания того, как устроен мир. Собственно говоря, это актрите может повлиять на то, как мы в дальнейшем будем понимать вообще мироустройство. Да, совершенно верно. То есть это будет или менять нашу картину мира, или вот какое-то белое пятно прорисовывать. А кто вот сейчас, может быть, уже проявляет интерес к финансированию данного проекта? Кто этим занимается и кто это будет делать? Вот сейчас уже понятно? Может быть, кто-то уже делает это? Гравитационные детекторы построены. Это есть сеть детекторов США, есть несколько детекторов в Европе, строятся японские детекторы. Безусловно, такие задачи фундаментальной науки – это задачи для государств. Причем это уже, в общем, тот уровень, где часто государства начинают сотрудничать друг с другом, потому что проекты очень дорогие. И действительно, хотя американские установки, они в основном американские, там скорее такая вот интеллектуальная мощь привлекается из разных мест. Японский – японский. Европейцы уже – это объединение усилий нескольких стран. Я не думаю, конечно, что это задача для каких-то частных, да даже нельзя сказать инвесторов, наверное, спонсоров, потому что, хотя нет больших сомнений, что все это очень важно для общего прогресса, в том числе и экономического, житейского, тем не менее ясно, что никакой быстрой окупаемости это не дает, поэтому такие задачи, конечно, должны решать государство. Россия в стороне сейчас от этого процесса? Вот именно гравитационные детекторы конкретно? И да, и нет. То есть, с одной стороны, российские теоретики и вообще инженеры, то есть вот такая интеллектуальная сила, они участвуют в разных проектах. Это могут быть люди и действительно работающие постоянно в России и участвующие в проекте, и люди, переехавшие работать в рамках этого проекта. Это есть, насколько я знаю, во всех из них. Кроме того, есть более простые детекторы, и в таких детекторах Россия уже активно принимает участие и на уровне железа, как говорят, в том числе и на уровне попыток создания своих детекторов. Я не думаю, что они приведут каким-то существенным прорывом в изучении черных дыр в течение ближайших лет, но тем не менее это могут оказаться довольно полезные. То есть процесс, тем не менее, идёт, но в основном мы, как обычно, участвуем своими мозгами, просто интеллектуальной мощью. В этом случае, да. В первом приближении. Далее в программе. Сергей Попов. Все тяжёлые элементы, из которых мы состоим, они образовывались в звёздах, а многие в сверхновых. То есть мы с вами, своими частями, когда-то побывали внутри массивной звезды, которая взорвалась. Доктор физико-математических наук. Старший научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ. В первом приближении. Следующая загадка, она отчасти астрономическая, отчасти не астрономическая. Астрономия, в классическом таком понимании, это наука, которая изучает разный свет от небесных тел. Это может быть действительно видимый свет, радиоволны, инфракрасные, рентгеновские. Но из космоса к нам много чего летит. В частности, летят космические лучи. Космические лучи – это в основном поток частиц, протонов, электронов, ядер других элементов, может быть. Они летят с довольно высокими энергиями. Это такая отдельная наука. И некоторое время назад, несколько десятилетий назад, стало ясно, что в космических лучах есть частицы очень высоких энергий. Очень высокие – это в сотни миллионов раз больше, чем на Большом адронном коллайдере. Такие частицы прилетают на Землю. Они, естественно, поглощаются в атмосфере достаточно высоко. И люди вот уже десятилетия косвенно детектируют прилёт этих частиц. То есть пытаются их как-то поймать? Они смотрят на последствия вот этого процесса влёта частицы в атмосферу, потому что поймать саму частицу – событие достаточно маловероятное. Допустим, вы запустите спутник, он будет ждать такую частицу, но он может миллион лет её ждать. А если вы большую сеть детекторов разбрасываете по Земле, на площади, скажем, сотни тысяч квадратных километров, то они несколько раз в год будут видеть последствия прилёта таких частиц. Так вот, есть интересный вопрос, откуда они берутся? Потому что разогнать частицы до такой энергии – это очень нетривиальная задача. Вот десятилетиями шла дискуссия. То ли они рождаются очень близко из-за распада каких-то очень массивных частиц, то ли они чем-то разгоняются очень далеко каких-то естественных космических ускорителей. Какой-то мощный толчок где-то, да, есть. Большое открытие последних лет было, что всё-таки они прилетают издалека. Это закрыло идею о том, что это разваливающиеся частицы где-то у нас близко. Но всё равно остаётся непонятно, откуда они летят. В этой науке очень трудно определить, откуда оно прилетело, потому что если свет более или менее двигается по прямой, то частицы могут сильно отклоняться в магнитном пуле. И из-за этого понять, откуда летела частица, она лететь могла десятки миллионов световых лет. Это довольно сложно. И важная задача, опять-таки, которая решаема в ближайшее время, это определить, откуда они летят, то есть какие действительно астрономические объекты являются источниками частиц. В Южном полушарии, в Аргентине, построена большая международная, естественно, специальная обсерватория для изучения этих частиц. Но вот есть надежда, что в течение ближайших лет будет получен ответ. Но заодно в Северном полушарии строится новая обсерватория, которая присоединится и совместно будут анализироваться их данные. А какие кандидаты в такого рода объекты? Основной кандидат – это активные ядра галактик. В центрах более или менее всех галактик больших сидит очень массивная чёрная дыра с массой миллиона, миллиарда масс Солнца. Если на неё течёт много вещества, то образуется, как говорят, активное ядро. Там идёт много всяких процессов интересных, которые приводят к генерации мощного излучения во всех диапазонах, от радио до гамма. И в том числе складываются условия, в которых, в принципе, можно надеяться ускорять частицы до высоких энергий. Ну вот, по всей видимости, оно так и есть, но кто знает. Пока не подтверждено, никто до конца сказать не может, так или не так. Да, и вот это, опять-таки, пример такого важного открытия, когда есть хорошо поставленный вопрос, и установка должна дать ответ. Вот эти источники или какие-то иные. Тоже вполне вероятно уже в ближайшие 10 лет. Да, я очень надеюсь, что вот эти работающие обсерватории дадут ответ. В первом приближении. Переходим к четвёртой. Ну вот теперь это уже ближе к моей теме. Это нейтронные звёзды. Нейтронные звёзды, хочется скромно сказать, это самые интересные астрономические объекты. Потому что, вот, действительно, это такая квинтэссенция всего. Это легко понять. Вы взяли кусок вещества и его очень сильно сжали. Была гравитация, стала сверхсильная гравитация. Были магнитные поля, стали сверхсильные. Было плотное вещество, стало сверхплотное вещество. И так дальше. Квинтэссенция всего, да? Да. Что существует в космосе. Очень интересно, да. И, соответственно, теории, которые это описывают, это, опять-таки, квинтэссенция таких сложных, продвинутых теорий, которые описывают поведение вещества в сложных, непростых условиях. Поэтому нейтронные звёзды – это объект, в первую очередь, очень интересный для физиков. Вот звёзды, ну, изучают астрономы звёзды, изучают. Это их объект исследования. А нейтронные звёзды, они действительно интересны разным фундаментальным физикам, которые занимаются ядерной физикой, теорией гравитации, квантовой электродинамикой, теорией твёрдого тела, потому что там есть всякая интересная сверхтекучесть, внутри сверхпроводимость. Но главный вопрос, наверное, связан с тем, как ведёт себя вещество при большой плотности. И здесь, кстати, довольно легко... Какая плотность, по-вашему, большая? Что значит большая плотность? Да, что такое большая плотность – это тоже хороший вопрос. Ну, вот у нас вещество вокруг, оно такое неплотное, потому что атомы устроены следующим образом. В центре атома есть очень плотное ядро, как все помнят, а снаружи на большом расстоянии, много больше размера ядра, крутятся электроны. И вот это и есть размер атома. То есть атом, он как бы пустой в этом смысле. А нейтронная звезда, вот вы все эти электронные оболочки убрали, и всё свалилось, и плотность стала, как у ядра, даже больше. В центре нейтронной звезды плотность в 10 раз больше, чем у атомного ядра. Получить такое в лаборатории просто нельзя. И поэтому можно легко проиллюстрировать такую практическую значимость астрономии. Знание ядерной физики, то есть знание того, как ведёт себя вещество при большой плотности, это потенциально очень прикладное знание. Например, вот приведите пример. Допустим, мы поняли, как это получается, и даже поняли, как получить это в лаборатории. И что мы можем сотворить с этим знанием? Ну, например, есть много практических приложений, связанных с изотопами разных элементов. Вы их можете получать, смотреть, как они себя ведут. Новое знание у ядерной физики потенциально может дать вам возможность придумать здесь что-то новое. Может быть, мы сможем синтезировать какие-нибудь необычные ядра, которые окажутся очень полезными для каких-то приложений. Так вот, вещество, которое существует в недрах нейтронных звёзд, на Земле создать нельзя. То есть мы не можем ставить никакие эксперименты по изучению такого вещества. А природа нам даёт такую возможность, если мы нейтронные звёзды наблюдаем. И поэтому астрофизика нейтронных звёзд, это такая бурно развивающаяся область. Там есть много других всяких интересных вопросов про всякие параметры с приставкой «Супер». Есть нейтронные звёзды-магнитары. У большинства из них очень сильные магнитные поля. Очень интересно, как они образуются, как ведёт себя вещество в таких сильных магнитных полях. Их тоже нельзя получить на Земле. Их можно изучать только, рассматривая нейтронные звёзды, пытаясь понять, что же там происходит. Но вот есть надежда, что в ближайшие годы удастся понять, как внутри устроены нейтронные звёзды, и, соответственно, понять, как ведёт себя вещество при очень высокой плоте. Тема сегодняшней программы «Тайны астрофизики. Десять загадок, скрытых в небесах». Пятая загадка следующая. Мы сказали, что такие замечательные объекты, как нейтронные звёзды и чёрные дыры, образуются в результате взрывов массивных звёзд. Взрыв – это довольно сложный процесс всегда. Взрывы звёзд – не исключение. И на самом деле мы плохо представляем в деталях, как взрываются массивные звёзды. Здесь, с одной стороны, теоретики сталкиваются с тем, что процессы действительно очень сложные, их очень трудно моделировать. Это обычно очень большое сложное компьютерное моделирование на суперкомпьютерах, требующее очень больших ресурсов. Но такие модели существуют, и не одна. Да, много групп в мире пытаются здесь продвинуться, но это действительно очень сложно, поэтому интересная задача. С другой стороны, нам не хватает наблюдений, потому что предсказать, что завтра вот эта звезда будет наблюдаться как взрывающая, есть очень трудно. Можно сказать, что в ближайшие сотни тысяч лет звезда взорвётся, но это ничего не говорит про наблюдение завтра. Поэтому есть надежда и на наблюдательный, и на теоретический прогресс в этой области. Это поможет нам понять, как сверхновое устроено. Кроме того, может быть, появится ещё один очень интересный канал информации. Это нейтрино. При термоядерных реакциях излучаются частицы нейтрино. Они интересны тем, что они плохо взаимодействуют с веществом. Пока мы говорим, через нас пролетает очень много нейтрино, мы это не чувствуем. Расшифруйте на всякий случай. Нейтрино – это всё-таки определение его. Мы, конечно, говорили об этом в предыдущих программах, но вдруг вот кто-то не слушал их. Нейтрино – это элементарная частица, очень слабо взаимодействующая с веществом, имеющая очень маленькую массу, электрически нейтральная. И то, что она плохо взаимодействует с веществом, очень хорошо для нас, потому что она может прилетать из таких областей, откуда больше ничего выбраться не может. И, в частности, они могут прилетать прямо из центра взрывающейся звезды. Вот это очень интересно. Пока людям повезло один раз, когда взорвалось самое близкое за последние века сверхновое, в Большом Магеллановом облаке, то так называемые нейтринные телескопы на Земле увидели буквально несколько этих нейтрино. По большому счёту, это всё, что это сказало, что да, качественно мы правильно понимали, что звёзды взрываются, что там горячо внутри. Этого мало, хочется большего. Но вот сейчас строятся очень крупные установки, такой куб размером километра на километр на километр, которые будут ловить эти самые нейтрино. Это очень интересная область, можно целую передачу про них сделать. Этих строят в Антарктическом льду, под водой. У нас большую установку делают в озере Байкал. Ну вот очень хочется начать регулярно ловить нейтрино от сверхновых. Это нам объяснит, как они взрываются. Сверхновые, ну не то, что это не чисто академический интерес, но есть такая важная штуковина. Вспомним, что когда Вселенная родилась, там был только водород. Ну немножко гелия успела образоваться. Мы с вами состоим из других элементов. Вот все тяжелые элементы, из которых мы состоим, они образовывались в звездах, а многие – в сверхновых. То есть мы с вами своими частями когда-то побывали внутри массивной звезды, которая взорвалась, и в частности, чтобы понять, как Вселенная обогащалась тяжелыми элементами, нужно научиться моделировать сверхновые. То есть мы, как бы, занимаясь вопросом, собственно, с чего мы состоим и кто мы такие, как раз должны этот вопрос тоже рассмотреть. Он как раз в это окошечко, да? Да, потому что генетически мы с ними непосредственно связаны. Подождите, чуть-чуть более поподробнее про нейтрино. Достаточно много разного рода спекуляций связаны с этим, со скоростью нейтрино и так далее. Здесь бы, может быть, вы чуть подробнее остановились бы. Ну, действительно, в прошлом году очень бурно обсуждался результат коллаборации ОПЕРА, которая измеряла нейтриный пучок. Пучок испускается в ЦЕРНИ и идёт в подземную лабораторию в Италии. И измерения показали, что есть необъяснимый результат, который состоит в том, что нейтрино прибывает немножечко быстрее, чем он полагается. То есть формально скорость получалась сверхсветовой. Авторы работы, где, кстати, очень много российских учёных, не то что не настаивали ни на какой интерпретации, они настойчиво не предлагали никакой интерпретации. Специально подчёркиваю, вот мы провели такие-то измерения, у нас получился какой-то результат, точка. Что это означает? Что это означает? Вопрос открыт. Да, вопрос открыт. Более того, я думаю, что подавляющее большинство членов коллаборации думает, что есть какой-то неучтённый эффект, который и даёт вот эту прибавку, просто они его не нашли. И, собственно, предлагают мировому сообществу совместно подумать над тем, чем это может быть. Но люди этим и занимаются, и консенсус, безусловно, состоит в том, что есть какой-то неучтённый эффект. Вопрос, скорее, в том, это эффект банальный. Ну, как вначале многие шутили, ну, где-то украли 20 метров кабеля, и поэтому сигнал проходит быстрее. Ну, действительно, вот исчезновение 20 примерно метров кабеля, всё бы объяснял. Но вряд ли причина настолько банальна. Но причиной может быть какой-то интересный физический эффект, который, опять же, приводит к такому вот кажущемуся изменению времени прохождения. На самом деле, вряд ли нейтрены сверхсветовые. Световые – это не то, что подрывает все основы. То есть, дело не в том, что физики не хотят от них отказываться. А дело в том, что это противоречит огромному количеству данных. И было бы странно, если бы нашлась какая-то лазейка для сверхсветовых действительной нейтрин, которая вписалась бы в существующую физическую картину мира. Ну, в частности, кстати, раз уж мы говорим о нейтрин от звёзд, тот факт, что измерили нейтрину в 87-м году и измерили, просто увидели вспышку сверхновой, говорит о том, что всё-таки нейтрины не могут быть сверхсветовыми, потому что от Церна до лаборатории Грандсасса, там, километров 700-800 примерно, а здесь свет шёл десятки тысяч лет от Большого Магелланового облака. И, конечно, то, что на таком пути нейтрин сильно не обогнал свет, является очень жёстким ограничением. Сильно не обогнал и не сильно отстал, то есть они одновременно? Да. Как и ожидалось, нейтрин очень лёгкие частицы, поэтому они должны двигаться близко к скорости света, чуть-чуть-чуть меньше. То есть это, конечно, больше как-то внушает уверенность, нежели вот этот эксперимент, о котором вы говорили, который был проведён в прошлом году, и действительно нашумел. Но там вопрос открыт, и вы ещё раз это подтверждаете, да? То есть ваше мнение включённое такое. В первом приближении. Далее в программе. Сергей Попов. Вы подпрыгнули, шлёпнулись на Землю, Земля вас притягивает. На самом деле вы притягиваете Землю с точно такой же силой, вот просто с точно такой же. Доктор физико-математических наук. Старший научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ. В первом приближении. Давайте продолжим. Так, следующая загадка. Следующая загадка, наверное, самая интересная и понятная для всех. Связана она с экзопланетами. То есть с планетами, которые... Сразу расшифруем, экзопланета это... Экзопланета, то есть с планетами, которые крутятся вокруг других звёзд. Ну, вроде как в нашей Солнечной системе. Даже не вроде как, а именно по такому типу. Да, то есть наши планеты крутятся вокруг Солнца, звёзд в галактике много, и вокруг них тоже могут крутиться планеты. А сразу такой встречный вопрос. Бывают просто планеты, не экзопланеты, которые вокруг ничего не крутятся, просто болтаются себе? Ну, просто планетами мы называем то, что в Солнечной системе. А есть ещё действительно объекты, которые просто блуждают между звёзд, но по своим параметрам соответствуют планетам. Ну, сейчас думают, придумают, дать ли им какое-то особое название или нет. И в разных статьях можно увидеть разные термины. Последний, который я видел, это термин «кочевники». То есть на «mate» по-английски. Они могут образовываться или потому, что планеты жили-были вокруг звезды, а потом, например, звезда взорвалась, сбросила вещество, и планеты разлетелись. Или планеты просто образовывались примерно как звёзды из межзвёздного газа и пыли, и потом оказались одинокими и летают между звёздами. Это тоже такая интересная штука. Но нас, конечно, интересуют, нас, я имею в виду, человечество в целом, интересуют не просто планеты, а так, чтобы там кто-то жил, чтобы можно было поговорить. То есть на «кочевниках» там вероятность жизни простремится к нулю, да? Да. А вот на экзопланетах вполне себе вероятно. Да. Для жизни необходимы условия, как мы все хорошо знаем. Да, желательно хорошие. Соответственно, нужна энергия, нужно, чтобы была звезда, но нужно, чтобы энергии было не слишком много. Сейчас известно уже очень много экзопланет. Но эти вот так вот просто за последний, может быть, десятилетний период, сколько их было открыто? И же не так давно стали открывать, собственно говоря. Да, вот всего 20 лет про экзопланеты ничего не знали. Первые надёжные экзопланеты начали появляться в середине 90-х. Ненадёжные в конце 80-х, но они до сих пор не подтверждены. И сейчас число открывающихся планет, оно просто таким взрывным образом растёт. Сейчас надёжно открытых планет под 800, и кандидатов больше тысяч существенно. Их вычисляют с помощью чего? Есть несколько способов обнаружить экзопланету. Самый понятный, наверное, такой. Мы смотрим на звезду. Если вокруг неё крутятся планеты, и нам повезло так, что мы сидим в плоскости орбиты, то раз в оборот, планета будет просто проходить на фоне звезды. Ну, представьте, что вы сидите в кино, и там люди в первом ряду почему-то вскакивают, периодически ходят перед экраном. Вот такая тёмная голова будет появляться на большом ярком экране. Соответственно, мы это можем увидеть, потому что яркость звезды уменьшится. Ну, как вот яркость экрана меняется, если перед ним ходить. Понятно. Это самый понятный способ. Он хорош тем, что позволяет измерить радиус планеты. Поскольку мы видим, насколько упал блеск звезды. Это первый способ. Второй способ, немножко более хитрый, он связан вот с чем. Мы говорим, Земля крутится вокруг Солнца. Это правильно. Потому что Солнце тяжёлое, и Земля крутится вокруг него. Но есть такой простой факт из школьной физики. Вот вы подпрыгнули, шлёпнулись на Землю, Земля вас притягивает. На самом деле, вы притягиваете Землю с точно такой же силой. Вот просто с точно такой же. Просто Земля тяжёлая, и эта сила не сильно меняет её положение. А мы лёгкие, и поэтому сила сильно меняет наше положение. То есть, понятно, если в лоб столкнулись Камар и КамАЗ, то они ударили друг друга с одинаковой силой. Просто для одного это заметнее, для другого нет. Так вот, соответственно, если Земля крутится вокруг Солнца, то вообще говоря, Солнце немножечко крутится вокруг Земли. То есть, они крутятся вокруг общего центра массы. И если мы издали смотрим на Солнце, никакие планеты не видим. Но мы видим, что Солнце не стоит на месте, а вот как-то странно болтыхается. Ну, какие-то колебания какие-то у них, да? Странно, потому что планет много. Самый тяжёлый Юпитер, и поэтому Солнце будет болтыхаться с периодом, соответствующим обороту Юпитера вокруг Солнца. Но есть ещё Сатурн, Уран, Нептун, затем есть более мелкие. И, в принципе, изучив эти болтыхания Солнца, мы увидим, то оно к нам движется, то от нас с разной скоростью, можно понять, какие планеты есть в нашей планетной системе. Но вот люди пытаются это применить к другим звёздам, и так тоже открывают очень много планетных систем. В таком случае саму планету не видно. Вы не можете определить её радиус, например. Но вы можете определить её массу, что тоже хорошо. И вот это два основных способа. Есть другие, но они менее популярны, менее эффективны пока, по крайней мере. Ну, хорошо. Значит, со способами мы более-менее разобрались. Теперь с загадками, которые связаны с экзопланетами. Есть такое хорошее высказывание Владимиру Михайловичу Липунову принадлежащего. Чтобы удивляться, надо много знать. Соответственно, чем больше вы знаете, тем больше будет загадок. Но самая простая, конечно, связана с тем, что мы хотим найти планету, похожую на нашу. Похожая на нашу, нужно выполнить два условия. Первая, она такая же по размеру массе, ну, соответственно, составу. Вторая, она находится на правильном расстоянии от своей звезды, где не слишком горячо, не слишком холодно. То есть, вода может быть жидкой, она не испарилась вся, под жаром звезды не замёрзла. Вот такую зону называют зоной обитаемости или обитания. Соответственно, важно найти планету типа Земли в зоне обитаемости. Вот это важная загадка. Это скорее как задача. Ну, загадку можно сформулировать так, сколько их, насколько часто они встречаются. Но вот есть уверенность в том, что, вообще говоря, может быть, они уже открыты, просто их надо идентифицировать в данных, например, спутника Кеплер. Но есть уверенность, что в течение ближайших лет удастся обнаружить планеты земного типа в зонах обитаемости звезд типа Солнца. Это будет очень здорово. А за этим последует более детальный анализ, который позволит определить, есть ли там всё-таки жизнь или нет? Последует, но не скоро. Это уже не 10 лет, да? Это уже, я думаю, не 10 лет. Потому что, чтобы даже такой примитивный анализ провести, нужно научиться измерять химический состав атмосфер этих планет. Увидеть спектр такой планеты будет очень сложной задачей. И поэтому, я думаю, что эта задача как минимум для следующего или через поколения телескопов, спутников. Но, с другой стороны, в течение ближайших десятков лет, скажем так, эта задача наверняка будет решена. Ну, следующий пункт, он такой немножечко странный, но, опять-таки, он хорошо иллюстрирует, такую, я бы сказал, неконсервативность науки, потому что существует, к несчастью, такое странное ощущение, что наука – это вот нечто, что рассказывает, что написано в учебнике. Наука – это как раз то, что пишет учебник и их переписывает. И поэтому есть всякие непонятки интересные. Вот одна из таких непоняток, может быть, две разных, связана с так называемой аномалией пионеров и пролетными аномалиями. Это очень интересная штука, да. Аномалия пионеров – такая вещь. Есть спутники серии «Пионер» американские. Они в 70-х годах браздят просторы Солнечной системы, и какое-то время назад было обнаружено, что скорость их меняется не так, как предсказывала модель. У них есть аномальное ускорение, на самом деле отрицательное, то есть это значит, что они тормозятся немножечко сильнее, чем надо. Это очень слабый эффект. И с чем он связан, до сих пор не ясно. Самое банальное и, вообще говоря, самое вероятное объяснение состоит в том, что просто сам спутник вот аномально тормозится. Но это не объясняет, что сам спутник аномально тормозится. Ну, смотрите, вот, например, вы запустили в космос шар, который с одной стороны чёрный, с другой белый. Он будет себя вести не так, как шар, который с двух сторон чёрный или белый, или со всех сторон зелёный. Потому что одна сторона у него будет горячее, другая холоднее, одна будет излучать больше, другая меньше, и это будет приводить к, в зависимости от того, как он повёрнут, к разгону или к ускорению, к торможению этого шара. Может быть, такая же штука происходит со спутником. У него на борту есть источники тепла, они, естественно, не симметричны, потому что спутник – это не сферический конь в вакууме. Кроме того, рассматривалась такая идея, но она оказалась неверной, но она иллюстрирует, что может происходить. У спутника есть антенна, которая направлена на Землю, она передаёт сигнал. Это тоже меняет скорость спутника, это не учитывалось в первоначальных расчётах. Соответственно, могут быть какие-то вот разные эффекты, связанные просто с поведением спутника. Их очень трудно изучать. Точной модели спутника нет. Проверить в лаборатории, как он летает, там мы не можем. Ну, это будет самое вероятное, скорее всего, объяснение. Но есть, тем не менее, другие идеи, которые связаны с тем, что это слабый эффект, который связан с какими-то фундаментальными другими свойствами, то есть связан с фундаментальными свойствами мира, которые мы понимаем недостаточно точно. Это может быть связано с тем, что мы не точно понимаем теорию гравитации. То есть общая теория относительности – хорошая теория, но у неё ясно есть какая-то область применимости, есть какая-то конечная точность применимости в реальных ситуациях. Может быть, мы до неё добрались именно вот в случае пионеров. Смогли настолько точно измерять их положение скорость, что это стало важным. Соответственно, люди очень любят это обсуждать и искать какие-то вот такие фундаментальные эффекты, похожие на нейтрино и установку опера. Ну, не так поразительно, не нарушает явно никакого фундаментального принципа, вроде бы. А с другой стороны, ну да, нарушает. Пролётные аномалии – это похожая штука, но с аппаратами, которые пролетели вблизи Земли или других планет Солнечной системы, у них тоже появляется необъяснённая маленькая добавка к скорости. Причём это измерено для разных аппаратов, в немножко разных условиях. Опять-таки, причины могут быть банальные. А добавка одинаковая для разных аппаратов? Ну, не точно одинаковая, но одного порядка, скажем так, в первом приближении. Это может быть связано с тем, что мы недостаточно точно строим модель Земли или другой планеты, около которой пролетает аппарат. И это, я думаю, вероятнее всего. Но, опять-таки, это может быть связано с какими-то фундаментальными вещами, и было бы интересно разобраться. В идеале нужно было бы строить специальный аппарат для этого. Ну, это дорого, и вопрос не считается таким уж животрепещущим. Причём животрепещущим и так, чтобы вероятность вот такого необычного решения была велика. Поэтому никто просто так не даст там 200-300 миллионов долларов узнать. Но вот люди продолжают измерения для существующих аппаратов, пытаются их немножечко модернизировать иногда для того, чтобы лучше эту задачу выполнять. Ну, вот такая интересная загадка. Я думаю, что в течение ближайших лет возможно продвинуться, или объяснив уже происшедшее с другими аппаратами, или запуская новые, точнее, измерить и понять эффект, и как-то вот его разрешить. В первом приближении. Далее в программе. Сергей Попов. Тёмная энергия – это некая загадочная субстанция, или загадочное свойство вакуума, которое приводит к тому, что Вселенная расширяется всё быстрее и быстрее. Точка. Дальше живут драконы. Доктор физико-математических наук. Старший научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ. В первом приближении. Давайте дальше. Ну и, наконец, у нас остался набор космологических открытий. Кратко их коснёмся. Они все заслуживают большой отдельной дискуссии. Я надеюсь, она у вас отчасти была, отчасти будет. Первая. И, может быть, она из всего-всего набора должна бы стоять на первом месте. Это загадка тёмного вещества. Она очень понятна. Вселенная на четверть стоит, бог знает из чего. Она, безусловно, может быть решена в ближайшее время. И она важна не только для астрофизики. Это вот действительно существенно. Мы смотрим на картину мира, и четверть картины занимает чёрный квадрат. Хочется понять, что это такое. Тёмную материю придумали давно, чтобы объяснить реальные наблюдательные данные. Сейчас есть конкурирующие теории, но они не очень хорошо вписываются в общую картину. Поэтому стандартная гипотеза, что всё-таки есть тёмная материя, это какие-то частицы. Соответственно, есть два пути искать тёмную материю. Это или в лабораториях просто ловить её, смотреть на результат взаимодействия частиц тёмной материи с веществом. Что делается. Что делается. Есть много установок, в том числе в той же самой лаборатории Гранцасса подземной в Италии, в других местах. Другой путь, более астрономический. У обычного вещества есть вещество-антивещество. Если вы сложите два кирпича из вещества и антивещества, будет большая воронка, потому что будет очень мощный взрыв. У тёмной материи в ряде моделей тоже у частиц есть античастицы. Если вы их складываете, образуется излучение, астрономы ищут это излучение. Ну вот и в том, и в другом подходе люди сейчас совсем-совсем подошли к тому пределу, когда они вот-вот начнут что-то видеть. То есть некоторые эксперименты уже заявляют, что они начали что-то видеть, но очень смутно. И вообще полезно понимать, что когда говорят «учёные открыли», это не то же самое, что «я шёл по лесу и увидел грипп». Он вот очень явно существует, этот грипп, его хорошо видно. А учёные, они ищут всегда фактически на пределе разрешимости. Если учёные открыли, почти наверняка это означает, что долгие годы сидели, анализировали данные, и, наконец, увидели сигнал, который очень слабый, но не объясняется никаким шумом. Вот пока сигналы, которые видят, объясняются шумом, но ясно, что следующее поколение детекторов имеет уже очень большой шанс действительно зарегистрировать частицы. И кто знает, может быть подтвердить вот эти слабые данные уже существующих экспериментов. Это, конечно, было бы очень здорово. И я лично думаю, что просто в течение двух-трёх лет результат будет получен. Ну, кто знает, может быть, немножко больше потребуется времени. То есть уже прям вот-вот мы практически стоим на пороге открытия того самого чёрного квадрата, который завершит, ну, хотя бы в первом приближении, такую картину мира в главах учёных, ну, и всего человечества. Потому что сейчас, на самом деле, непонятно, не сходится. Концы с концами не сходятся, и мы не понимаем, собственно, из чего всё состоит. Да, то есть кажется, что мы знаем, как их свести, но хочется вот это сделать действительно. Уже окончательно, да. Ну, мы действительно будем говорить в следующих программах, может быть, даже в следующий понедельник речь через понедельник о тёмной материи, об антивеществе. Вот о тёмной энергии, может быть, вы чуть-чуть поподробнее. Это как раз из разряда загадок, да? Опять-таки это очень большая тема, и она, безусловно, заслуживает отдельной передачи, куда можно пригласить кого-то из специалистов. Благо, у нас в стране их много. Ну так, давайте всё-таки коснёмся этой темы. Ну, да. За что в прошлом году дали Нобелевскую премию по физике? Исследуя далёкие сверхновые, связанные со взрывом белых карликов, люди обнаружили, что сверхновые находятся немножечко дальше, чем им полагалось бы. Единственное хорошее объяснение в рамках современной космологии – это то, что расстояние оказалось немножко больше… То есть, вот Вселенная растянулась действительно. По сравнению со стандартной космологической моделью, расстояние увеличивалось быстрее. Это возможно только если последние миллиарды лет Вселенная расширяется всё быстрее и быстрее. Сейчас, и, может быть, это стало основой для присуждения Нобелевской премии. Нобелевский комитет, он очень консервативен, в хорошем смысле этого слова. Таким важным моментом стало то, что разными методами удалось подтвердить вот это ускоренное расширение Вселенной. То есть, есть наблюдательный факт. Вселенная последние миллиарды лет расширяется всё быстрее и быстрее. Теперь его надо как-то объяснять. Объяснений может быть очень много разных, они обсуждаются. Так что тёмная энергия – это одна из гипотез, но самая популярная, самая соответствующая данным, которая, тем не менее, нуждается в подтверждении. Итак, тёмная энергия – это некая загадочная субстанция или загадочное свойство вакуума, которое приводит к тому, что Вселенная расширяется всё быстрее и быстрее. Точка. Дальше живут драконы. Дальше мы не знаем, что это такое. И более того, прямо выяснить, что такое тёмная энергия, в ближайшие годы, я думаю, вряд ли получится. Но можно существенно отбросить конкурирующие модели какие-то, потому что можно всё точнее и точнее измерять, как расширялась Вселенная. И вот это сейчас активно делается, будет делаться. Будут специальные проекты, которые будут измерять, как менялся темп расширения Вселенной со временем. Это возможно по счастливой причине, по причине того, что скорость света конечна. И когда мы смотрим на далёкие объекты, мы видим их в их прошлом. И поэтому, как мы можем сейчас узнавать, что происходило миллиарды лет назад? Нужно смотреть на очень далёкие объекты, и тогда мы будем видеть Вселенную во всё более и более молодом возрасте, пока, наконец, не подберёмся, скажем, к реликтовому излучению. То есть, мы можем отследить просто всю динамику развития Вселенной. Да, важно, чтобы мы видели объекты. Ну, до первых звёзд мы ещё не добрались, но продвинулись уже достаточно далеко. Мы видим объекты, которые существовали меньше, чем спустя миллиард лет после начала расширения. Вот исследуя их свойства, можно понять, как расширялась Вселенная, и таким образом отбрасывать какие-то модели для тёмной энергии. Потому что что может происходить? Тёмная энергия может быть всё время постоянной, она может как-то меняться. Вот, например, более, может быть, практический вопрос, что будет в будущем. Какое-то время, десятки миллиардов лет, будет всё примерно то же самое. А дальше мы не знаем. Может быть, тёмная энергия перестанет доминировать, и Вселенная вначале будет притормаживать, а потом вообще схлопнется обратно. Может быть, всё пойдёт как идёт, будет ускоряться, но не очень сильно. Может быть, ускорение будет очень сильное, и всё разорвёт. Это самый маловероятный сценарий. Но, тем не менее, есть люди, которые продолжают его обсуждать. Вот нужно проводить измерения, и, повторюсь, в ближайшие десятилетия это будет сделано. Вполне реалистичная задача. В первом приближении. Тема сегодняшней программы «Тайны астрофизики. Десять загадок, скрытых в небесах». Завершая вот эту тему, я думаю, что она действительно заслуживает, ну, по крайней мере, обсуждения в дальнейших программах, а может быть, и отдельные программы, да? Ну, так, чтобы наши слушатели понимали, из всего количества энергии, существующей вокруг нас, вот эта тёмная энергия, она какой процент занимает? Можно хотя бы так понять в первом приближении, опять же? Здесь проблема вот какая. Тёмная энергия такая важная, потому что она существует везде во Вселенной. Вселенная большая. Соответственно, если мы рассмотрим очень большой кусок объёма, ну, например, сотни миллионов световых лет, то в таком объёме плотность определяемой тёмной энергии – это три четверти. То есть, очень много. Всё остальное – мелочь. С другой стороны, конечно, если мы посмотрим на плотность энергии в этой комнате, то здесь вклад тёмной энергии мал, поэтому, к счастью, у нас не расползаются предметы по комнате, не отъезжают от нас столы, стулья, потому что здесь локально мы никак это не чувствуем. И это, конечно, облегчает нам жизнь и вообще, наверное, делает её возможной. Но затрудняет исследование тёмной энергии лабораторной. Это не то же самое, что тёмная материя, которую можно ловить, но если не прямо здесь, то вырыть шахту несколько километров, прямо вот тут, в центре Москвы, фактически её и ловить. С тёмной энергии так не получится. Пока вот единственный путь явный – это изучать космологическое поведение объектов. Ну, пока вот единственное, что мы знаем про тёмную энергию, это то, что именно благодаря ей, каким-то там её способам взаимодействия с окружающим пространством, именно благодаря ей Вселенная как раз и ускоряется. Да? Да. Расширяется с ускорением. Да. Это единственное, что мы можем сказать наверняка. Да. Но здесь, как раз мы переходим к последнему пункту, может быть, есть интересный пример. Опять-таки, он существует в статусе гипотезы, но тем не менее. Вообще идея о том, что Вселенная может расширяться очень быстро, она не нова. Придумали её несколько десятилетий назад, и придумали для того, чтобы объяснить самые первые ничтожные доли секунды в жизни Вселенной. Потому что Вселенная обладает несколькими удивительными свойствами, которые ниоткуда не следовали. Она очень плоская. Это означает, что если вы нарисуете огромный треугольник, размером миллиарда световых лет, у него сумма углов будет примерно 180 градусов. Вселенная плоская, в ней нет всяких экзотических частиц. Вселенная очень однородная. И всё это легко сделать, если взять очень маленький кусочек пространства и очень быстро, очень сильно его растянуть. Представьте, что вы сделали какую-то неоднородность, не знаю, резиновую игрушку какую-то такую, хитрой формы, а потом взяли её и растянули в сто раз. И у вас получился плоский кусок. Вот есть идея, и она стандартная для современной науки, что так было в самые первые мгновения жизни Вселенной. Это называется стадией инфляции, поскольку инфляция – это, собственно, раздувание, вот Вселенная быстро раздувалась. И это, повторюсь, стандартный элемент современной космологической картины мира, но элемент неподтверждённый. И очень хочется космологам с этим разобраться. То есть кому-то хочется подтвердить, кому-то хочется, наоборот, опровергнуть. Изучать то, что было в самые-самые первые мгновения, очень трудно. Всё равно мы напрямую это изучать не можем, мы изучаем какие-то последствия. Ну вот многие специалисты связывают большие надежды со спутником Планк, который летает на орбите. Его программа рассчитана на несколько лет, и космологические результаты будут публиковаться даже не в этом году. Но, тем не менее, они будут. И одним из результатов может быть подтверждение картины инфляционной Вселенной. Закрыть её совсем данные со спутника не смогут. Можно будет так модифицировать модель, что даже если он не увидит никакого сигнала, связанного с инфляцией, то теоретики всё объяснят. Но зато если он увидит, то он увидит. И многие действительно на это надеются, в том числе и у нас, поскольку в развитии инфляционной модели, я бы сказал, основной 80-90% вклад внесли советские и российские физики. Поэтому это может быть вдвойне интересно для нас. Но из этой десятки, наверное, это самая такая ненадёжная вещь не в том смысле, что инфляционная теория может быть неправильна, скорее всего, с ней всё в порядке. Просто надежда на то, что... Она может быть подтвердена или опровергнута. Я бы сказал, это не очень большая вероятность, что удастся точно сказать, что там всё хорошо. А жаль, ведь ответ на этот вопрос прояснил бы всё-таки, откуда есть пошёл мир, в котором мы живём? Ну, по крайней мере, во многом, да. Осталось бы непонятно, что там в самом-самом-самом может быть начале, но продвижение было бы очень существенным. Думаю, что некоторые загадки современной астрофизики, упомянутые в сегодняшней программе, заслуживают более пристального внимания. В первую очередь, тёмная энергия, тёмное вещество, антивещество. Вот к этим темам и обратимся в следующий понедельник. Пишите, что интересует вас. Вопросы, замечания, идеи, ничто не пропадёт на нашем сайте, на финам.фм. Через несколько программ будет итоговая передача по космологии, где я озвучу все ваши вопросы экспертам. И, кстати, мы тут решаем, чему же будет посвящён следующий цикл. Химия, может быть, медицина, некоторые аспекты физики, антропология. Что мы начнём после астрофизики? Предлагайте все ваши идеи и предложения на сайт, на финам.фм. Пока прощаюсь с вами на неделю. И помните, любопытство не порог, а думать никогда не поздно. Счастливо! Счастливо!